теперь я провязала несколько рядов и мы переходим к убавлению петель первое слово которое я хочу вам сегодня сказать никогда не делайте вот так почему потому что благодаря таким убавкам полотно край полотна будет стянут чтобы убавить одну петлю с края полотна вот я снимаю сейчас эту петельку обратно возвращаем вы можете использовать либо двух игольный деккер и перевесить вот так с двигом на одну петлю то есть у вас получается одна петля на игле и две петли убавленная и родная либо трех игольным деккером я показываю с другой стороны вот трех игольный деккер тоже пока мы убавим одну иглу вот тогда край полотна вообще не будет деформирован потому что две крайние петли не дадут ему стянуться провяжем 4 вида а сейчас я покажу самую употребляемую убавку это убавка по 2 петли сразу вы будете ее использовать при вязании оката рукава приталивание когда вы приталиваете юбки и в основном мы будем использовать вообще вот такую убавку одеваете деккер на крючке игл посмотрите вот правильно берите деккер это очень важно вытягиваете деккер на себя и потом видите вот я просто задвигаю пятки игл и три петли оказались у меня на деккере не оставляйте его в горизонтальном положении иначе вы потеряете петли поднимите его вот так и сдвигаем на два шага внутрь полотна раз два одеваем две свободные иглы убираем в заднее нерабочее положение что у нас получилось 1 петля 2 петли 2 петли когда вы посмотрите на эту убавку с лицевой стороны вы увидите красивую убавку косичкой а сейчас посмотрите на эту с другого края вязания и так то же самое 3 петли снимаем на деккер сдвигаем на два шага внутрь полотна одеваем на деккер и ставим в рабочее положение свободные иглы убираем в заднее нерабочее положение и так это самые употребляемые убавки провяжем 4 петли и я покажу еще одну красивую убавку убавку косичкой посмотрим внимательно выполняется сразу двумя трехугольными деккерами одеваем их одновременно на 6 петель посмотрите вот 6 петель я снимаю эти 6 петель на деккеры как бы раз у меня обе руки заняты я как бы надавливаю толкаю деккеры вперед петли сами переходят на деккеры и сдвигаю на три шага внутри полотна 1 2 3 в результате один деккер петли одного деккера полностью одеваются на уже занятые иглы и петли другого деккера одеваются на свободные иглы ставлю в рабочее положение и пустые иглы убираю посмотрите на это с другого края полотна еще раз внимательно снимаем петли на деккеры сдвигаем на три шага внутрь полотна 1 2 3 и одеваем петли с одного деккера на занятые иглы у нас получилось на каждой игле по две петли и петли другого деккера одеваем на три пустые иглы и ставим иглы в рабочее положение пустые убираем назад сейчас я сделаю это еще несколько раз и вы потренируетесь сделать это на своих образцах встретимся когда мы посмотрим все эти образцы